Здравствуйте! Это программа «На связи» Актуальные вопросы районной жизни в ответах представителей власти Сегодня на связи с жителями Кстовского района Заместитель главы района администрации по социальным вопросам Кирилл Культин Кирилл Вячеславович, здравствуйте Добрый день, Александр У нас достаточное количество вопросов уже после первой программы пришло в редакцию Люди обращались как по телефону, так и по электронному адресу электронной почты Вот у меня эти вопросы в руках Не все из них ваши проблематики, но мы отобрали только самые важные И кроме того, наша съемочная группа выходила на улицы, чтобы спросить у людей, что они думают О чем бы они хотели спросить представителей власти Я заметил, что большая часть вопросов, поступивших на электронный адрес, они такие частные А люди на улицах спрашивали больше, скажем, вопросы задавали глобальной тематике Вот один из таких вопросов, давайте попробуем сразу перейти к ним Здравствуйте, меня зовут Ирина Малышева У меня ребенку 5 лет, мы до сих пор не можем попасть в детский сад Соответственно, меня волнует вопрос Каким образом будет нормализован вопрос с чередями в детские сады и в какие сроки? Вопрос на эту тему уже звучал в первой программе Как видим, тему беспокоит, действительно беспокоит жителей района Ну, что здесь хочется отметить Да, действительно, тема злободневная Злободневная по счастливой случайности Рождаемость у нас увеличивается Детей становится больше Это положительная тенденция Вместе с тем, стоит отметить, что данная проблема Она уже достаточно давно и серьезно прорабатывается на уровне как федеральном, так и областном Ну и, соответственно, муниципальном Здесь хочется отметить активную позицию Нижегородской области Администрации Кустовского муниципального района В рамках областной целевой программы Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Уже достаточное количество групп Более 20 было отремонтировано и введено в эксплуатацию Это более 260 детишек пошли в школу Там за период последних двух-трех лет Что касается перспектив данной программы То здесь стоит отметить, что даже президент Российской Федерации В своих указах об оценке эффективности действий органов местного самоправления Закладывает понятие процентного соотношения детей, нуждающихся, к общему количеству И на сегодня в рамках этого указа президента Деятельность администрации Кустовского района Строит в перспективе строительства новых детских дошкольных учреждений В первую очередь, если говорить о сегодняшнем годе То в 2013 году будет введен в эксплуатацию еще один детский сад В поселке Ждановский Там эта проблема очень актуальна стоит В связи с большой численностью данного сельского поселения Соответственно, там проводятся сегодня уже ремонтные работы Выполнен проект Сейчас подрядчик будет приступать к работе Детский сад был выкуплен у частных собственников В рамках того же указа президента Который указывает ориентиры местной власти Чтобы старые здания детских садов Которые перешли либо в частные руки Либо сегодня не используются совсем Либо используются не по назначению Опять переретировали То есть когда-то это здание уже было детским садом? Абсолютно верно Абсолютно верная политика государства Мы ее всецело стараемся наиболее эффективно реализовать Что касается более отдаленных перспектив 2014 год это строительство трех детских садов На территории района Это Афонина Поселок Дружный И город Кстова Город Кстова также является достаточно проблематичным В связи с тем, что здесь прирост населения Достаточно серьезный И рождаемость Нужно отметить как положительную динамику Тоже выше даже среднеобластных у нас Поэтому по большей части Здесь важно отметить, что по нашим прогнозам С учетом вот этих строительств И 15-й год еще два детских сада На 240 мест в городе Кстова То мы должны к 16-му году Ликвидировать очередность детей От трех до семи лет полностью На территории Кстовского района Сыну Ирины Малышевой автора вопроса К сожалению, в это время уже будет Он уже будет школьного возраста Ирине Малышевой Просто прошу обратиться В приемную ко мне по социальным вопросам И прошу, если это можно в рамках передачи Каким-то подтекстом Или как-то отдельной строкой 36882 36882, хорошо Соответственно, и мы частный вопрос посмотрим Почему? На самом деле сегодня динамика положительная И очередность детей от трех до семи лет Она практически уже ликвидирована Есть вопросы по детишкам У нас от года до трех Но это в постановке задач Как областного правительства Так и президента Российской Федерации Некий следующий этап А к 16-му году С учетом строительства новых Дошкольных образовательных учреждений Мы должны ликвидировать эту очередность И я думаю, мы этих целей достигнем Даже, может быть, несколько раньше Есть у нас такие надежды У нас есть еще один вопрос По следам первой программы Звучит таким образом Он пришел на электронный наш адрес Посмотрели вашу программу на связи В которой говорилось О повышении зарплат воспитателям детских садов И что теперь она составляет 18 300 рублей Хотим узнать, как начисляется эта сумма Так как во многих детских садах Воспитатели получают только 12-16 тысяч А на все вопросы по начислению заработной платы Администрация детских садов поясняет Что денег выделяется недостаточно И мы вам начисляем столько, сколько возможно Хотя в вашей программе, пишет автор вопроса Говорилось, что деньги на зарплату Воспитателям выделяются в первую очередь Люди не подписались, Наталья подписался человек Но фамилии свои не оставила И объяснила это тем, что не хочет неприятностей Со стороны администрации Ни себе, ни воспитателям Ни другим воспитателям Ну, хочется отметить сразу, что стесняться нечего Нужно честно и открыто заявлять Об этих проблемах Действительно, у нас прошло серьезное повышение К счастью заработной платы педагогов В дошкольных и образовательных учреждениях с нового года На 90,8% И в среднем по нашему району Мы выходим на показатель 18,330 Я еще раз и говорю, что это средний показатель по району То есть в каких-то учреждениях, в крупных И где педагоги больше процентов С высшей категорией, он будет чуть побольше Где-то чуть поменьше Но в среднем мы выходим на этот показатель С учетом того, что педагог сегодня получает действительно достойную зарплату По конкретному учреждению Я готов этот вопрос рассмотреть Не нужно стесняться, нужно обращаться И здесь нужно сказать о том, что данный вопрос На контроле по субъекту держит сам губернатор На личном контроле По администрации и в целом по ситуации в районе На контроле у главы администрации Конюха Юрий Павлович Проводятся совещания такие вот ежемесячные Либо у меня, либо у главы администрации Где мы конкретно по каждому учреждению Смотрим план выполнения Повышения, соответственно, заработной платы Педагога на дошкольных и образовательных учреждениях Были некоторые нюансы Связанные где-то, может быть, немножко не со своевременным финансированием Либо, как всегда бывает, в начале реформы Неотлаженный механизм Да, но в первый квартал мы уже выполнили Все взятые на себя обязательства Этот момент, этот аспект Повышения зарплаты педагогам и учителям На жестком контроле Мы ежемесячно отчитываемся В областное правительство Ежемесячно проводим совещания Со всем руководством департамента образования С департаментом финансов И здесь стоит отметить слаженную деятельность Департамента образования Костовского района И департамента финансов Под контролем главы администрации Поэтому в этом вопросе Честно для меня это даже, к сожалению, неприятная Какая-то новость Я для себя записал на очередном совещании Значит, по итогам сейчас апрельских выплат заработной платы Еще раз лично просто посмотрю В каких дошкольных и образовательных учреждениях Какая она средняя И возьмем Ну, было бы неплохо Если человек все-таки стесняется Там озвучить себя Значит, на сайте администрации Есть электронный ящик Мой личный Туда можно любой вопрос отправить И просто указать На именование учреждения Соответственно, все необходимые проверки Мы проведем Еще раз посмотрим Что там и как начисляется Понял Но в целом Ситуация на сегодня, к счастью, изменена У нас теперь практически появляются вакансии Точнее, наоборот, вакансии не появляется Очередь появляется на работу педагогов В связи с этим мы актуализировали работу По формированию кадрового резерва в образовании Чего уже не было несколько лет Потому что не из кого было формировать На сегодня этот процесс идет Под руководством департамента образования Поэтому эта работа продолжается С конкретным случаем Уверен, что разберемся И доведем все необходимое До тех педагогов, которые это заслуживают У нас есть еще один вопрос С улиц города Кстова Давайте послушаем Здравствуйте Меня зовут Царьков Иван И меня интересует Как идет подготовка к ЕГЭ Прогнозы и ожидания Актуальный сезонный вопрос, я бы сказал Да У родителей Выпускников Нелегкая пора Прямо скажем Помимо подготовки К выпускному вечеру И к последнему звонку Самое основное Все-таки это удачная Сдача экзаменов Своими детьми Потому что сегодня Действительно Значение ЕГЭ Для будущего ребенка Оно очень серьезное И очень существенное Поэтому может быть Даже пользуясь случаем Пожелаю родителям Терпения Выносливости И поддерживайте своих детей Что касается Деятельности по организации Сдачи Единого государственного экзамена У нас в этом году Сдают 589 человек Участников ЕГЭ Соответственно Из них около 540 Это выпускники школ Остальные Там есть часть Выпускники Техникума И выпускники Прошлых лет То есть Тоже бывает Сдают Потому что Это сегодня Необходимость Для того Чтобы Поступить В высшее учебное заведение Что хочется отметить У нас На протяжении Последних Лет Была положительная Динамика По уменьшению Количества Не сдавших ЕГЭ Хотелось бы Чтобы их в этом году Совсем не было Чтобы все ребятишки Которые все-таки Дошли до этого Серьезного уровня Получили этот билет В новую Несколько взрослую жизнь И для этого Предпринимать Все необходимые действия Проводятся Координационные советы По этому вопросу Как в департаменте Образования В частности На прошлой неделе Совет Координационный Проводился Под руководством Главы администрации Конюхова Юрия Павловича Где были определены Все приоритеты Еще раз Поставлены точки Нады В обязательствах Межведомственных То есть Тут привлекается Для проведения ЕГЭ У нас И полиция И здравоохранение Здесь нужно отметить Эффективное взаимодействие На сегодня Органы местного самоуправления Для проведения Качественного ЕГЭ В первую очередь Мы Все ведомства И органы местного самоуправления Учреждения образования Должны сформировать Некий такой Комфортный климат Чтобы Наши ученики Наши ребятишки Могли Всецело себя проявить А кстати Когда мы говорим Об этом климате Насколько Правила проведения ЕГЭ Есть ли какие-то новшества В этом направлении Есть положение Утвердяющее Определенные правила Допустим На сегодня Вот эти Сам единый государственный экзамен Будет сдаваться У нас В трех учреждениях То есть Все ребята Будут сдавать Эти экзамены В трех учреждениях Это у нас Вторая Средневызывательная школа Лицей Номер 7 И По-моему Четвертая Соответственно Есть дополнительный Для дополнительных экзаменов Кто-то не успеет Еще что-то Но есть определенный порядок Положение Там регламентировано Вплоть до того Во сколько Забирает наша Ответственная комиссия Значит Материалы к экзамену Привозит их Где кому передают Полиция Перед каждым экзаменом Осматривает С кинологами И с другими Сотрудниками Помещения Где будет проводиться Экзамены Для обеспечения Комплексной безопасности Будет опечататься То есть Это строгий регламент Это Это не те экзамены Которые сдавал Там я в свою очередь Где больше все-таки Как-то по-домашнему Спокойно В своей школе Со своими учителями Сегодняшняя ситуация К сожалению Требует от детей Большего Так скажем Психологического Психологического Устойчивости Требует Поэтому мы Со своей стороны Постараемся сделать Чтобы это для детей Прошло как можно мягче Как можно спокойнее В той же самой Домашней какой-то Если можно так назвать Обстановке В прошлом году У нас было два человека Которые получили 100-бальный максимум 100-бальный Есть такие Талантливые ребята У нас Поэтому хочется пожелать Нашим ученикам Удачи Не бояться Вперед Ничего не стесняться Желаю Хочется Чтобы у нас В Квстовском районе Было больше таких ребят Которыми мы Действительно По праву Можем гордиться Ну и как еще раз повторюсь Поменьше тех Кто совсем не сдаст Потому что билеты Для жизни нужно Конечно получить И двигаться вперед Присоединяемся К этим пожеланиям И переходим К следующему вопросу От жителей Квстовского района Добрый день Меня зовут Богдан И у меня такой вопрос Как будет организован Отдых летнего Отдых детей Квстовского района И снова дети Но уже Наверное Дети на самом деле Это наверное Основа любой Социальной политики К счастью Так и должно быть Государство У нас уже давно Считается социально Ориентированным И администрация Квстовского Муниципального района Здесь не отстает У нас прямо скажем Вся деятельность администрации Носят социальные направленности Глава администрации На всех совещаниях Зачастую Напоминает Всем другим ведомствам Которые казалось бы Не связаны с социальной политикой Что в первую очередь Мы все здесь работаем На обеспечении социальной Так скажем Жизнедеятельности Школ Детских садов Детей Незащищенных детей И так далее Что касается непосредственно вопроса Богдана То хочется отметить Что вопрос летнего Оздоровления Очень серьезно Порабатывается Не только на уровне органов Местного самоуправления Но и в областном правительстве Месяц назад было Совещание Координационного совета Под руководством Сватковского Митрия Валерьевича Значит Тем самым Показывает уже Какую значимость Придает На уровне замгубернатора То есть Это вопрос Курируется Курируется Абсолютно верно И у нас в администрации Уже проведено Два совещания Координационных совета По летнему отдыху На самом деле Работа идет Полномерная И большая Казалось бы Незаметная Мы уже на сегодня Если говорить О формах Проведения летнего отдыха То это две основные Формы Это лагеря С дневным пребыванием И лагеря С круглосуточным пребыванием Детей То есть По большому счету Немногое изменилось С тех времен Когда мы сами Может быть Ездили в лагеря Абсолютно верно Ничего лучше здесь И не придумаешь Но и помимо другого Еще так называемые Малозатратные формы Это кемпинги Туристические слеты Палаточные лагеря Вот этого В наше время было меньше Да Хотя мне кажется Я вспоминаю Отдыхал так же С хоккеистами В палаточном лагере Сбора проводились Да Здесь хочется отметить Что у нас достаточно Серьезные показатели И мы их Достигаем Планомерно Это около Двух тысяч детей У нас планируется Пребывание В лагерях Значит Дневного пребывания И около 1600 детей Отдохнет В круглосуточном В лагере В загородном лагере Лесная сказка Здесь хочется отметить Активное участие Руководства Лесной сказки В этой деятельности Они не просто Сегодня проводят Эти все мероприятия В прошлом году Они стали лучшим Загородным лагерем Дневного Круглосуточного пребывания Соответственно Здесь в этом году У нас 1600 детей Заявки все По компенсации Родителей И с предприятиями У нас сегодня Заключено соглашение Договор о страховании Детей заключено Сегодня прошла Приемка лагерей Соответственно Те замечания Которые были Высказаны Пожарной службой Службой МЧС И службами СС И потребнадзора Они у нас сегодня Отрабатываются И будут устранены До конца мая В конце мая Еще раз подводим Итоги Окончательные уже Изначально Когда мы говорили Еще по осени О летнем отдыхе Задача стояла Перед департаментом Образованием Перед лесной сказкой Наибольший процент Кстовских детей В кстовских лагерях Считаю Что основным направлением Это как раз Кстовские дети Должны быть Понятно Что у части районов Есть проблемы Нет просто Своих загородных лагерей Но сегодня Уже более 70% В лесной сказке Это кстовские дети Этот показатель Мы увеличиваем Будем увеличивать От года к году Я думаю Ну а что касается Все ли попали Вот в основном Те заявки Которые поданы Они положительно рассмотрены Да У нас лимитов Слава богу Областное правительство До нас по компенсации Доводит В необходимом количестве Поэтому я думаю Здесь практически Все кто хотели Они сюда попали Жалоб не поступало У нас к счастью Ясно Спасибо большое Кирилл Ильич Владимирович У нас к сожалению Остается не очень много времени Буквально на один вопрос Этот вопрос прозвучал По телефону Пенсионер 73 года Вячеслав Иванович Так он представился Ветеран Лукоила Инвалид второй группы Вопрос звучал так В 2005 Он получил инвалидность Диагнозом Сердечная недостаточность Вот уже два месяца По разным причинам Не предоставляет Место в больнице Что делать Когда пенсионеры Инвалиды Не кладут в больницу Человек так же Не оставил своих Своих контактов По какой причине К сожалению Сказать не могу Еще раз повторюсь Просьба Вячеслав Иванович Все таки Официально обратиться Можно неофициально Хотя бы дать Можно позвонить Еще раз по телефону В редакции Либо в редакции Либо напрямую В приемную Мне 368-82 Любые вопросы Касаемые социальной темы Образования Культура Спорта Все что связывает Окружает нас Здравоохранение Пенсионеров Мы готовы Мы работаем В онлайн режиме Настраивая людей На активную позицию И приятно Что столько вопросов На самом деле Что мы все Даже охватить не можем Вячеслав Иванович Просьба просто обратиться Дать свои координаты Что в этом конкретном случае Мы разберемся Либо это чья-то халатность Либо недоработка какая-то Но надеюсь Что это просто недоразумение И мы несомненно Вячеслав Ивановичу поможем Чтобы он обратился Либо через редакцию Либо ко мне в приемную 368-82 Значит мы этот вопрос В любом случае С руководством Центральной районной больницы Рассмотрим Соответственно И решим положительно Для пенсионеров Спасибо большое Кирилл Вячеславович Уважаемые телезрители Напоминаю В сегодняшней программе Принимал участие Заместитель главы администрации Кстовского района По социальным вопросам Кирилл Культин Для всех наших зрителей Напоминаю Есть электронный адрес Куда можно обращаться С вашими проблемами Любой Любой тематики Обещаю Что лучшие вопросы Прозвучат непосредственно В программе И все остальные Тоже не останутся Без внимания Адрес на ваших экранах Пожалуйста Обращайтесь И оставляйте свои контакты Чтобы можно было С вами связаться До встречи на следующей неделе Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова